Иванова, родина адресационного российского терроризма. Как вам такой поворот? Первая террористическая прокламация была написана в камере Тверской полицейской части в Москве. Первая профессиональная террористическая организация добилась успеха в Петербурге. Первый успешный теракт был совершен Ивановцем Сергеем Григорьевичем Нечаевым. Приезжая сегодня на одну из центральных площадей, которые носят имя Победы, турист вряд ли догадается, что когда-то здесь стоял дом, и на нем висела мемориальная доска, сообщавшая «Здесь родился и вырос Нечаев», что улица имени революционерки Варенцовой, отходящая на юго-запад, носила имя этого беса. Ведь считается, что Петенька Верховенский в одноименном романе Федора Михайловича Достоевского – это его прототип, но это не совсем верно. Петенька из благородных, Нечаев из простых, у них и фамилии-то из разных миров. Верховенский, столбовой дворянин, намек на «вверх», Нечаев, фамилия происходит то ли от слова «ничей», то ли от слова «нечайный». Его отец был незаконорожденным сыном барина Епишкина от дворовой девки, отсюда и фамилия. Федор Михайлович был ошарашен новостью об убийстве студента Иванова, взял этот сюжет за основу, но налепил на этот скелет совершенно другую литературную оболочку. Сведения о рождении Нечаева имеются в метрической книге Крестовоздвиженской церкви, располагавшейся некогда на нынешней площади революции. По воспоминаниям сестры Нечаева, дед занимался тем, что красил дуги для лошадей. В этом ему помогал и внук. Отец расписывал вывески. Дед ссорился с Сергеем, который постоянно играл на флейте и говорил ему «Ну перестань, Сережа, перестань». Нечаеву в Иванове было точно так же, как Ленину в Шушенском. Не к чему применить свой юный пыл. А характер меж тем железный. Учитель Кацапинский, привлеченный к дознанию, сообщал «Доровит, серьезно относится к своему делу, обладает очень сильной настойчивой волей». Про эту же сильную волю описала и сестра Нечаева. Говорила о том, что он мог влиять даже на отца, не говоря уже о том, что он мог влиять на девушек. Барышни моей подруги вспоминала она. С первого взгляда на него переживали что-то особенное, влюблялись и уважали его. Я спрашивала, не носишь ли ты магниты? Вот смотришь на изображение Нечаева и очередной раз убеждаешься, что фотография порой не передает реального ощущения от личности. Наверное, для этого нужна гениальная кисть Репина. Но Репин портрета Нечаева не писал, хотя уверен, с удовольствием согласился бы. Дочь одного из идеологов народничества Петра Лавровича Лаврова, Мария в замужестве Негрискул, так описывала внешность Нечаева. «Небольшие темные глаза смотрели на меня с таким выражением холодного изучения, с такой неуемной властностью, что я почувствовала, что бледнею, не могу спустить век и страх. Животный страх охватил меня, как железными клещами. Никогда ни раньше, ни после своей жизни я не испытывал ничего подобного». Ей вторит Наталья Тучкова-Огарева. Черные, огненные глаза. Ну вот просто настоящий роковой мужчина. Бес. Хотя вот читаешь его описание из полицейских сводок, и как-то не приходят у тебя ассоциации с бесом. А теперь представьте, как жилось этому человеку в атмосфере Иванова, которую он красочно описал в письме Нефедову. О нем мы уже говорили в выпуске про пленарию Суслову. Ивановцы сидят неподвижно в своих логовищах и не выходят на сцену. Ни одного явления, ни радующего, ни возмущающего душу. Черт знает, в последнее время какая-то вдруг сделалась сдержанность у ивановцев спячка. Просто ровно ничего нового. В другом письме. Не знаю, в Москве, как у вас, у нас в Иванове, то есть в чертовом болоте, хотелось сказать, скука страшная. Снег тает, на улицах лужи. Везде течет, льет, каплет. Не видно ни души человеческой. Но зато царство животных наполняет теперь каждый закоулок. Всякий наслаждается по-своему. Свиньи валяются в лужах, куры роются в навозе, собаки бегают целыми бандами. Только коровы прогуливаются со степенностью и важностью, свойственной ивановским купцам. Естественно, Сергей бежал сначала в Москву, а затем в Петербург, где получил место в приходском Андреевском училище, в котором преподавал закон Божий. В столице Ивановский провинциал хотел реализовать все свои амбиции. Главным молодежным трендом тогда была революция, и Нечаев, конечно же, хотел возглавить ее. Но у него, увы, были конкуренты. И тогда он инсценирует собственное похищение. Все поверили, что его упекли в Петропавловскую крепость, а он тем временем прятался у знакомого, которому рассказал, что сбежал оттуда. А из Петропавловки, вообще-то, по мнению всех революционеров, было только два пути. Либо в психушку, либо в могилу. После этого новомученик революции отправился в Европу, где очаровал Бакунина, а также начинавшего спиваться Николая Гарева. Тот даже посвятил ему стих студент с подзаголовком «молодому другу Нечаеву». Герцена, правда, очаровать не удалось. Хотя Нечаев уверял, что является представителем настоящей революционной организации в России. Ему поверили, и Нечаев стал обладателем мандата, подписанного Бакуниным, в котором сообщалось, что он является представителем Всемирного революционного союза. И вот уже с этой бумагой он отправился в Москву, где фактически подмял под себя кружок студентов Петровской сельскохозяйственной академии, создав организацию «Народная расправа». Там он поражал всех тем, что в Рахметовском порыве спал на голых досках и довольствовался в день куском хлеба и одним стаканом молока. Но студент Иванов проявлял строптивость, и тогда Нечаев решил скрепить организацию кровью, устранив его физически. Убийство было настолько дилетантским, что его и терактом-то сложно назвать. Когда Иванова ввели в парк, где должно было произойти убийство, то сбились с дороги. Сам Иванов путь своим убийцам и показывал. Затем его пытались долго душить. В темноте они хватали руки не жертвы, а друг друга, пока, наконец, Иванова не прикончил сам Нечаев. Труп оттащили в пруд. Одежда Иванова осталась валяться. Не замаскировали даже кровавый след, по которому, собственно, скоро все и выяснилось. Нечаев бежал из России, прихватив с собой 37-летнюю даму. Ну, вы помните, какими чарами он обладал. В Европе Нечаев развернул бурную деятельность, выпустив журнал, который назывался точно так же, как его организация «Народная расправа». И этот журнал провозглашал. Всенародное восстание замученного русского люда неминуемо близко. Также он специально рассылал письма в Россию, зная, что они будут перилюстрироваться полицией, и что все адресаты будут в итоге арестованы. Таковой, например, была участь Веры Засулич. Эволюционировавший затем в террористку. Бывший друг Нечаева Георгий Енишерлов назвал такие действия «скудаумием» вместе с низостью. Ну, мы назовем это гораздо проще. Подстава. Подставой закончилась и попытка реанимировать колокол Герцена. Тираж остался нераскупленным, и его остатки приобрел женевский бокалейщик для обертки товара. Нечаев даже хотел организовать банду молодых людей, которая грабила бы богатых туристов с целью накопления или составления революционного капитала. Но не бывалый случай. Государственного преступника выдали из Европы по настоянию царских властей. Был суд, была казнь, правда гражданская, в Москве на Конной площади, после чего арестанта поместили в секретный дом Петропавловской крепости. И вот представьте, Нечаев, будучи знатоком закона Божьего, не зря он преподавал его в училище, умудрился переманить на свою сторону охрану крепости и начал готовить собственный побег. Более того, он нашел единомышленников среди уже самых настоящих радикалов партии «Народная воля». Но его выдал другой террорист, неудачник Мирский. Нечаева заковали в кандалы, ужесточили режим пребывания и бывший лидер Народной расправы умер в декабре 1882 года от Водянки. Наследием всего этого является катехизис революционера, документ, а точнее устав революционной организации Сергея Нечаева. Среди главных его тезисов был следующий. У революционера должна быть одна только мысль – беспощадное разрушение. Ради этого он постигает науку и проникает во все слои общества. А само общество дробится на несколько категорий. Первая подлежит немедленному уничтожению. Вторая пока что милуется, но будет уничтожена впоследствии. Потом следует еще несколько подкатегорий, и замыкает это все шестая – женщины. Их Нечаев выделил в отдельную группу. Созидательный момент в катехизисе отсутствует. Но это был довольно показательный документ, и симптоматику времени как раз уловил Федор Михайлович Достоевский, изобразив ее в своем романе, который ему многие не простили, решив, что это клевета на революционный лагерь. Однако уже вскоре убьют Александра Второго, а в начале 20 века начнется настоящая вакханалия терроризма. И хотя Нечаев стоит здесь немного особняком, потому что его деятельность вызывала аллергию даже у некоторых народников, тем не менее и он внес свою лепту в дело разрушения империи. Мы хотим поблагодарить строительный холдинг КСК за предоставленную возможность рассказать вам об очередном, ну вот таком вот, да, довольно странном герое города Иваново. Надеюсь, что вы открыли для себя нечто новое в истории нашей страны и в истории этого города. С вами был проект Иваново с перцем. Подписывайтесь на наш официальный аккаунт в Инстаграме, официальный аккаунт города Иваново. Следите за следующими роликами, оставляйте комментарии внизу. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok